В Ладарском при Иртышье в этом году планируют принять рекордное число переселенцев из трудоизбыточных регионов страны. При этом каждой семье, помимо подъемных, местные власти обещают дать землю на развитие личного подворья и помочь в получении льготных кредитов и грантов для создания собственного бизнеса. О том, как чувствуют себя участники первого этапа программы, как их встретили на новом месте и оправдались ли их надежды после переезда, об этом в репортаже Салуата Тимирболатулы. У мамы троих детей и прирожденной мастерицы Турдагульбуги теперь нет ни минуты свободного времени. После переезда в Байнаул она отучилась на курсах для начинающих предпринимателей и открыла собственное дело. Родилась я в Китае, потом с семьей переехали в Алматинскую область и вот уже год живем в Байнауле. И мужу, и детям все всем нравится. Год пролетел незаметно. Для себя решили больше никаких переездов, потому что у нас есть все условия. И главное, без работы не сидим. Сразу нашлась работа на новом месте и для Айнур Тойчиевой. Ученица знаменитого педагога, народного артиста Казахской ССР Раимбека Сейтметова буквально на седьмом небе от счастья. Вдохновляло то, что здесь родились великие люди, как Шакен Айманов, как Жумат Шанин, как Машхуджисуп. Эти имена уже нам давали большие силы. Народ Байнаула, а также природа прекрасная нас очень хорошо встретила. С приездом Айнур в Байнауле возобновил свою работу народные театры. Из-за отсутствия художественного руководителя последние несколько лет спектакли были приостановлены. Свою новую работу по пьесе кыргызского драматурга Биг Султана Жакиева труппа представила в апреле. А новый театральный сезон артисты готовятся открыть комедии и детским спектаклем. Так сложились звезды, смеется супруг Айнур Ержан. Он тоже человек творческий и увлекается исследованиями биографии великих личностей. Раньше работал учителем истории в школе имени Каныша Садпаева в селе Жанатаса Рысузского района Жамбылской области. И всю жизнь мечтал побывать на малой родине основателя Академии наук Казахстана. Судьба распорядилась так, что теперь он сам живет в этом живописном краю. Здесь сохранилось много национальных традиций. Например, как ерулек, то есть когда васелов приглашают в гости, чтобы, так скажем, психологически поддержать, чтобы помочь адаптироваться. Так у нас появилось много друзей. На юге эта традиция, к сожалению, стала забываться. За год в Байнаул приехали 47 или 177 человек. Много новых жителей приняли и другие районы области. Каждая семья вправе сама выбирать, где ей больше нравится. Перед тем, как они переселятся, мы объясняем им, что вам необходимо иметь образование, специальности такие, которые нам необходимы. На сегодняшний день мы туда, в южный регион отправляем более тысячи вакансий. В основном это вакансии сельского хозяйства сферы, сферы образования, сферы здравоохранения. Если за минувший год область приняла больше полутора тысяч человек или 358 семей, то в этом году ожидается на 40% больше. Желание сменить южную прописку на северную изъявили 540 семей. На помощь им выделяется полмиллиарда тенге. При этом почти 15,5% тех, кто уже освоился на новом месте, наладили свое дело. Салават Семирбулатулла, Марат Игорьков, Самат Аспанов и Алексей Амельницкий. Хабар, 24, Павлодарская область.